Слава нашему Господу Богу и Спасителю! От Украинской Реформаторской Православной Церкви, от наших батюшек, матушек, вам огромный привет! Слава Богу и поздравления, благословения! И знаете, друзья мои, братья и сестры, дамы и господа, все присутствующие, я хочу присоединяюсь к этим хорошим, прекрасным словам, что были уже сказаны здесь, пасторам Симаной, и, думаю, будут сказаны еще многие хорошие слова другими пастырями, гостями. Я хочу поздравить вас, три года, это мало и много одновременно, это какой-то срок определенный период. Знаете, друзья мои, Одесса, в этом городе вашем я редко бываю, но это город специфический, его как-то кожу чувствуешь, его как-то изнутри чувствуешь. Это город особый, и, я думаю, многие замечают, это туристы, гости этого города замечают, что в этом что-то есть особенное. Конечно же, да, с одной стороны, город Мамоны, город, ну да, город, значит, многих проблем, но с другой стороны, именно в этом городе, ведь, думаю, не простое совпадение, именно в этом городе, когда-то, в далекие двадцатые годы, начиналось удивительное зрение Духа Святого. Я думаю, это не простое совпадение, у Бога нет просто совпадения, именно в Одессе, именно здесь, в этом городе. Вспомним Варанаева, вспомним другие братья, которые здесь трудились, друзья мои, то, что мы видим сейчас, это продолжение великого обновления христианства. И я убежден, что отсюда, с Одессы, должно произойти удивительное преобразование, удивительная реформация. Как православный реформатор, я, конечно, в первую очередь, ну, каждый о своем говорит, знаете ли, я всегда говорил, говорю и буду говорить, и тружусь для того, чтобы это осуществилось, говорю о реформации православной церкви. Но, конечно, в реформации, я об этом убежден, нуждается сегодня все тело Иисуса Христа, все тело Христова. И очень важно нам сегодня, как в теле Господнем, как часть тела Иисуса Христа, не разделяться, но вместе против нашего общего врага, который есть дьявол, враг Божий и враг человеческий, друзья мои, ополчаться. И моя мечта, у меня есть мечта, как помните, Мартин Лютер Кинг проповедовал там, в городе Вашингтоне, и он говорил, у меня есть мечта, у меня есть мечта. Он десятки раз повторял эти слова, и поэтому эта проповедь, она вошла, этого баптистского пастора, реформатора, вошла в историю мировую, как именно проповедь с таким же названием. У меня есть мечта. И у меня тоже есть мечта, у любого нормального человека есть мечта. И слава Богу, что такие люди, как Мартин Лютер Кинг, они не были такими, знаете ли, религиозными маниловыми. Они не были, знаете ли, просто лишь мечтателями. Вера, это есть не просто мечтательность, это не просто вот то, что ты себе накрутил в уме своем, надумал что-то себе. Нет, это есть осуществление ожидаемого, которое просто логично вытекает из уверенности нашей в невидимом. Слава Богу, друзья мои. И я тоже далек от религиозной маниловщины. Я не только мечтаю, я и дружусь для осуществления этой мечты. И предлагаю вместе подрудиться на этой земле для осуществления прекрасной Божьей святой мечты. Хочу благословить вас, друзья мои, братья и сестры. Есть несколько слов из Библии, которые хочу прочесть, чтобы благословить вас ими. И хочу благословить вас добрым, старым, библейским, еврейским благословением также, которое есть в книге чисел, в четвертой книге Моисеева, в шестой главе. Это уже в завершении. И хочу, чтобы Божья, святая мечта, она стала нашей мечтой. Я думаю, здесь собрались люди неравнонушные. Я думаю, здесь пришли сюда люди, те, которые на самом деле имеют мечту определенную, и которые хотят осуществить эту мечту. Друзья мои, потому что неверующие, они тоже мечтают о многих вещах, но редко кто из них гребет. Многие из них просто побросали весла и куда кривая вытянет, куда вырулит все это. Но верующие, они знают путь, они знают, что надо идти вслед за мечтой своей, надо идти вслед за Господом Иисусом Христом. И он не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И давайте мы будем мечтать об этом. Давайте будем трудиться для осуществления этой прекрасной святой мечты. Давайте прочтем это из Библии, из Слова Божьего. Я хочу прочесть это с вами из постания апостола Павла. Его постания, значит, Тимофею. Его постания, первого постания к Тимофею. Где говорится об этой его прекрасной Божьей мечте. Первый постания к Тимофею, вторая глава. Говорится следующее. Вторая глава с первого стиха и дальше читаю. И так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлю проповедникам и апостолам. Истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине. И дальше он подытаживает так. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевать чистые руки без гнева и сомнения. Друзья мои, братья и сестры, сегодня мы возносим наши молитвы. И молимся о том, чтобы Господь продлил время мира для нашей земли. И чтобы в это время мира, чтобы многие души познали Бога. Чтобы сейчас, в Одессе, в это время, как можно больше людей пережило встречу, святую встречу с Господом. Чтобы как можно меньше одесситов пошло в ад. Но чтобы как можно больше одесситов пошло в рай, в Царство Божье. Я хочу на небе послушать еврейский такой юмор одесский. Я хочу услышать одесский акцент на небесах. Я хочу, чтобы это не было редким явлением. Я хочу, чтобы это было очень частным, популярным на небесах. Я хочу, чтобы как можно больше одесситов, добрых, хороших людей было в Царстве Бога. И чтобы это осуществилось, друзья мои, мы должны поработать. Потому что на самом деле, друзья мои, и та же молитва, это тоже работа. Святая работа Божья. Потому что Бог хочет, чтобы мы это делали. Чтобы молились. И чтобы мы, напоминающие о Господе, не умолкали. Бог этого хочет. Он хочет спасти всех. Была бы Его воля, Он всех бы, Он всю одессу бы забрал бы к себе. Но так вот, не вся воля осуществляется, к сожалению. Есть еще, мы знаем, верующие собрались в большинстве своем. Мы знаем, что есть не только Бог, есть еще и дьявол. Не только есть, знаете ли, добро, есть еще и зло. Но, и мы знаем, что дьявол, у него очень простой, как бы, ответ на каждого из нас нужды. У него очень простое решение для каждого из нас. У него очень простая судьба для каждого из нас. Украсть, убить и погубить. Вот скоро будет, через месяц будет, да, праздник Пурин. И мы будем вспоминать в очередной раз вот того злобного Амана, там топать, свистеть, значит, потому что его имя до сих пор, как Гитлер какого-то вспоминаем, вот того нечестивца, который хотел весь народ Божий истребить. Но, знаете, друзья мои, Аман еще не только про образ каких-то там нечестивцев, как Гитлер или Сталин, он еще и про образ дьявол. И он, дьявол тоже бросает, как некий Аман, бросает жребий. Мы еще в утроме наших матерей, допустим, были когда, мы еще даже еще не родились на свет Божий, а дьявол уже бросал свой пур, бросал свой жребий о каждом из нас. И его жребий очень простой, как бы ни было написано у него, украсть, убить и погубить. У него жребий такой, и это страшно. Особенно страшно тогда, когда это жребие начинает осуществляться в жизни людей. Особенно страшно, когда видеть это все, когда это все уже очень сильно затянется. И когда человек уже доходит на ручки, когда уже враг торжествует фактически. Когда уже осталось все, только перейти в вечность и вечную погибель уйти. Но слава Богу, что есть другой жребий. Знаете ли, как тогда, во время Пури мы вспоминаем Мардыхая, тот Мардыхей, он не захотел поклоняться Аману. Знаете ли, есть те, слава Богу, которые не хотят поклоняться и не хотят быть фаталистами, не хотят перед злом преклоняться. Которые верят в другой жребий, которые, знаете ли, избирают потом другой жребий. И жребий Божий это жизнь и жизнь с избытком. Он хочет, Бог хочет всех спасти. Была бы его воля, он, говорю еще раз, всю Одессу взял бы к себе. В его сердце для каждого действительно найдется место. Но есть сражение, великое сражение. И каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще на пять земли отвоеванную царство тьмы и перешедшее в царство света. Идет великое сражение. Позвольте, скажу, что сегодня, несмотря на праздник, несмотря на торжество в этом городе сегодня, кто-то пошел в ад, вечную погибель. Кто-то завтра пойдет в ад, вечную погибель. Кто остановит это безумие? Кто остановит это шествие? Есть на свете Бог. Есть люди, которые доверяют Богу. И этим людям нет ничего невозможного. Те, что доверяют Богу, они становятся в удивительное положение между адом и райом. Они оказываются между парамолтом и кабальней, но они идут вперед. Они говорят этому миру погибающему, что есть выход. Слава Иисусу! Друзья мои, и написано, паспорт света сказала о любви. Прекрасные слова. Прекрасные слова о любви Бога. Я хочу сказать еще, то, что написано в конце послания Павла в Коринф, его первое письмо в Коринф, написано следующее. 22 стих, 16 глава, 1 Коринф. Написано, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Друзья, секрет в том, великий секрет этой жизни, что только лишь любовь к Богу, любовь Божья спасает нас от ада. Нет других путей. И в этом городе великом, друзья мои, миллионном городе Одессы, в этой же мчужине у моря, как поется песня, да, есть люди, которые любят Господа Иисуса Христа. И они уже не под проклятием, они уже не под анафемой. Те, кто влюбились в Иисуса Христа, и те, кто любят Его, те, кто эту любовь поддерживает. Вот паспорт Святой сказал о отношениях с женой, между мужем и женой. В Библии это много раз. И в Ветхом и в Новом Завете говорится о взаимоотношениях мужчины и женщины, мужей и жены. И на этих примерах Бог сравнивает свои отношения с народом Своим и народа Своего самим собой. Отношения, прекрасные отношения. Но порой они становятся ужасными. Знаете ли, как говорили некоторые цадики еврейские, некоторые христианские проповедники, говорили, что порой семья становится вратами, преддвериями ада, а порой вратами рая. Или предвратами, как бы преддвериями рая. Знаете ли, это на самом деле, это так. И я человек женатый, у меня шестеро детей, у нас супруга, мы родились шестеро детей, три мальчика, три девочки. И вот 21 год мы в браке. И за это время много что было в нашей жизни, в нашей судьбе, в нашей семье. Но я кое-чего научился за этот срок. Вот пока в браке, пока человек женатым являюсь. Чему научился? Что на самом деле, чем больше мы общаемся, проводим лично вместе друг с другом время, тем у нас крепче это любовь, отношения, привязанность. Вообще все это. И чем меньше мы общаемся, разговариваем, тем хуже. Я потом начинаю понимать, что это проблема. Мы можем говорить на самом деле формально я люблю, да? А вот этого огонька уже нет как-то. Но когда мы больше проводим время вместе, тогда и общаемся, да? Находим общее. Прекрасно, друзья мои. Тогда возгорается любовь. И так же с Господом нашим, друзья мои. Когда мы больше общаемся с Ним, разговариваем с Ним неформально, на самом деле, то эта любовь наша, она возгорается больше и больше. Друзья мои, братья, сестры, дамы и господа, я скажу, что Господь близок, Господь рядом. И не знаю, как кто, как здесь в этом зале, но я среди тех, нахожусь христиан, в лагере тех христиан, что верят в ближайшее возвращение Иисуса. И знаете ли, хочется... Думаю, кстати, вот фильм, нашумевший в прошлом году, «Иерусалима. Братный отчет» по книге Джона Хейги. Это потрясающе. Я не знаю, на русском есть или нет еще этот фильм. Вроде бы был перевод, делался перевод, но я не видел еще, может быть, не было, да? На английском, но это сделала книга, и книга сама в свое время, и сам фильм, вышедший в прошлом году, сделал просто сенсацию такую мировую, в христианском мире, по крайней мере. «Иерусалима. Обратный отчет. Рекомендую». Там даже если... У меня не важно английский, но моего английского хотел понять, о чем там... Мы Библию читаем, а там все по писанию, фактически. Вот о последних временах восхищения церкви. И знаете, что, друзья мои, скажу? Что я хочу так же, и моя жена этого хочет. Мы общаемся на эту тему, когда мы понимаем, что мы хотим этого вместе. Чтобы не совлечься, но облечься в небесное наше жилище. Чтобы смертное было поглощено жизнью. Хочется, чтобы на облаках вот так вот, видите, ах, и все. Но чтобы вот так вот, ах, надо любить Иисуса. Знаете ли, вот, надо очень сильно любить. Я скажу слова одного брата, который уже ушел в вечность, недавно ушел в вечность. Это удивительный пастор был, Дэвид Билкерсон. В Нью-Йорке, там, в этой церкви народов. Он, знаете ли, что сказал? Ему было откровение еще в 72-м где-то году, что с разной деноминацией, не только с его деноминацией, с разной деноминацией он видел христиан, возносящихся в сретении Господа на воздухе. И он обратил на кое-что внимание, что и записал тогда же в 70-х. Он обратил внимание на то, что это были люди, не просто правильной теологией, там были люди с не очень правильной даже теологией, но там были люди именно, которые очень сильно любили Иисуса. Которые влюблялись в Него, которые любили, и у кого отчего болит, про то и говорит. Вот это были такие влюбленные, вот их забрал Иисус. Много осталось хороших христиан, говорит, добрых христиан, верующих, не то чтобы там, знаете, пустышка, много что переживших даже в своей жизни, но вот у них не было вот этого огонька, не было этой любви. Но не беда. Друзья, даже если у нас есть те, кто будут оставлены, для вас, у меня хорошая есть новость. Для оставленных. Ну, информация, мало ли. Пригодится к размышлению. Для тех, кто останется, еще пояс не ушел. И не надо локти кусать. Потому что для оставленных работа вот так вот будет. Непочный край. Правда, условия будут уже очень суровые и сложные для работы, но работа будет непочный край. Приводить к Иисусу Христу людей даже удастся после освящения Церкви. Духа Святого. Почему? Потому что, как у Джона Хейги, кстати, в книге очень потрясающе рассказывается. Джон Хейги, это баптистский пастор всемирноизвестный, который апокалипсис раскрывает просто по косточкам. Так вот, и, значит, очень интересно говорить, что вот как до времени благодати Духа Святого излияния, тоже ведь Дух Святой действовал на земле. Не так, конечно же, вот так вот, рекою, морем каким-то, но ручейками, но точечные удары такие были Духа Святого. На царей каких-то, значит, на каких-то грешников, на каких-то там пророков Дух Святой сходил, раз, и совершал работу. Сходил, уходил. И вот так же после восхищения Духа Святого, удерживающего, вот так же Дух Святой будет точечный удар на население, как вот израильская авиация. Бабас, там террористы. Бабас, удар, удар. Примерно, ты говоришь, как у него там уже человек, который уже хочет к антихристу уже с головой продаться. А ты говоришь, друг, верь в Иисуса Христа, Он Спаситель. Какой Христос? О чем ты говоришь? Ты что, из этой секты христианский, что ли? И вдруг все-таки сходят на него, и он думает, точно, что-то есть. Точно. А ведь правда такие-то, Бог-то есть. Иисус Христос, это Господь. Знаете, друзья мои, благоставляю всех вас, возлюбленные мои, братья и сестры, любите Иисуса Христа. Я понимаю, что особенно если верующие уже не первый год, если даже и не первый десяток, я разговаривал с братьями, которые давно уже были верующими, и я обнаружил, что эта проблема не только у меня, а у многих других верующих возникает охладевание отношений определенных. Знаете ли, я разговаривал с одним человеком, он уже ушел в вечности, поэтому я могу говорить его имя. Это был Иван Петрович, Иван Петрович, фамилия, в Малой Ярославце. Книга называется «Встать, суд идет». Федотов, Федотов. Это епископ Песятнического союза нерегистрированного братства. Очень хороший служитель был. Ушел в вечность, он много лет, десятков прослужил он Господу. И вот уже где-то на шестном десятке служения своего он обнаружил охладевание определенное. Вот как-то привыкаемость к имени Господня. Потерял это, как художник говорит, импрессио, знаете ли. И он возревновал вернуть это чувство, вернуть эту любовь. И говорит, вот один лишь путь. Чаще общаться с ним. Просто влюбляться по-новому в Иисуса Христа. Давайте полюбим Его. Потому что, если ты не любишь Его, проклятие реальности, не мне вам рассказывать. Думаю, многие из вас испытали в своей жизни какие-то проклятия определенные. Я испытал в своей жизни проклятия определенных бесов, проблемы определенные. Я понимаю, что в выходной ситуации только лишь один – влюбиться в Иисуса Христа. Просто любить Его всем своим сердцем. Друзья мои, люби Иисуса. Бог благословит тебя. Друзья мои, из Писания много о чем можно говорить, но время коротко. Я хочу благословить вас стихами благословений из Библии. И перед тем, наверное, скажу еще пару слов о жертве. Потому что это для меня великая привилегия в этом собрании, на этой конференции сказать о том, что сегодня мы имеем возможность не только словами, в молитвах, но еще и делами своими, определенными финансами своими послужить делу распространения Евангелия Царства Божьего. И потому что даже вот это устроение, да, оно требует финансов определенных. Дорога каждого из нас, она тоже требует финансов определенных. И больше того, ну, за все отмечают серебро написано в Библии. Это так написано в Писании Священном. Кстати, касательно реформации православной церкви, знаете ли, у нас в этом большая проблема. Честно говорю, положа руку на сердце. Потому как очень многие священники забыли библейское учение о десятинах. Забыли, в общем-то, то, что говорит Писание о финансовом устроении церкви, жизни церкви. И от этого очень большие проблемы пришли в жизнь вообще православия мирового. Друзья мои, пришло время вернуться к начальному, изначальному, вернуться к библейскому. Некоторые батюшки, мои вчерашние коллеги, друзья, порой говорят. О, ты начался с протестантами, сам стал протестантом. Я говорю, друзья, не было Лютера, не было Кальвина, а все это уже было в Писании. Это все уже было в Библии. Это что, Лютер написал или Кальвин взял там дерзкую руку и свадил там у себя где-то там, подписал? Нет, это все было изначально в Писании. И гениальность этих реформаторов в том, что они стали возрождать это забытое. Реформация это возвращение к забытому старому, хорошо. Друзья мои, Ральф Небром приезжал в Днепропетровск проводить конференцию. Он говорит о домашних группах, о ячеищном служении. Многие могут указывать ему пальцем и говорить. О, Ральф, дорогой друг, это что-то новое. Друзья, это хорошо забытое старое. Это то, с чего начиналось христианство. Первые 300 лет христианства исключительно на домашних группах на ячейках соседалось вообще. Вот такие даже собрания, они были, чем больше собраний, тем больше было опасности. Быть разоблаченными, как бы и арестованными, и погибшими даже. Знаете, друзья мои, зачем-то вперед, батьки, в пекло лезь-то. И просто так искушать-то, знаете ли, Бога. И поэтому христиане собирались на домашних группах, на ячейках, на конспиративных квартирах своих собирались. Сегодня, слава Богу, нам не нужна конспирация. Конспирация, товарищи. Еще раз конспирация. Но сегодня без конспирации мы собираемся. Сегодня мы собираемся, вот слава Богу, нас уже как бы не римские эти, какие-то там гладиаторы, или как бы легионеры, или царские жандармы, или как бы это, или что-то еще. Не устрашает нас, слава Богу, за свободную Украину, слава Богу, за возможность свободно собираться. Поэтому дорожим временем созидаем по всей Одессе, давайте, сеть таких яблочных квартир. Еще не конспиративных, слава Богу, таких квартир, где будут собираться не страха ради, а, знаете ли, ради Господа, ради Бога. Будут собираться мужчины и женщины вместе, проставляя Господа Иисуса Христа. Будем вместе любить Иисуса Христа еще больше и больше влюбляться в Него. И, друзья мои, и о жертве. Первый храм на Руси, каменный, не деревянный временный, а уже постоянный каменный, как назывался? Десятильная церковь. Десятильная церковь, представляете? То есть первый храм на Руси, он был посвящен к Раддесятине, и был построен на десятильных крещеных киевлян, и содержался исключительно на десятильных великих князей киевских. Друзья мои, поэтому о десятине говорить, это в православии, это хорошо забытые ставят брать и поднимать, возрождать. Вот так вот, господа. И скажу, Бог, Он благословит, Он запретит пожирающим, Он запретит этим проглотам духовным, которые пытаются народ Божий обокрасть. Друзья мои, опять-таки, украсть, убить и погубить. Но есть Бог на свете, который запрещает дьяволу, запрещает врагу. И мы говорим, да запретит тебе Господь дьявол. А чем мы говорим? Не просто словами, но и поступками, но и делами. И если мы только лишь словами, горе нам, потому что, если только лишь на языке словами, многие скажут мне, Господи, Господи, нет твоего ли имени мы пророчествовали, многие чудеса творили. Нет. Отводите мне, делающие беззаконие. Важны еще дела наши, поступки наши, наша жизнь, собственно. Не просто то, что во имя Господа мы можем произносить, делать, даже многие религиозные дела, действия. А наша повседневная жизнь, из которой христианская, из которой складывается все наше христианство, составляется как лего определенное, знаете ли. Слава Иисусу Христу. Возлюбленные, хочу благословить вас стихами благословения из Библии. Я уже говорил, это четвертая книга Моисеева, это числа, шестая глава. Я хочу спеть на еврейском языке и на русском языке. Еврейский я бы выучил только за то, что им говорил Иешуа. И в этом благословении, поверьте, столько много всего составляющего, что от дико даешься вообще. Некоторые слова этого благословения на современном русском разговорном языке имеют, говорят исследователи, до 70 значений. Удивительно. Не хочется обворовывать народ Божий. Хочется, чтобы все эти благословения не сгибли сейчас. Давайте встанем, возлюбленные братья, сестры. Давайте в присутствии Бога сейчас примем эти Божьи благословения. И еще эти благословения они обогащают и печали с собой не приносят. Будем ревновать о дарах духовных. И в этом благословении я молюсь о том, чтобы Бог благословил дарами Своим и Церковь Своим. Потому что эти дары нужны не как украшения Церкви, а как труд для труда церковного. Допустим, если ты приходишь в больницу. Давайте, играйте, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Друзья, если приходишь в больницу. Может быть, ты не был в больнице. И ты не видишь страдания. Но, поверьте, когда переходишь в больницу. Допустим, онкоцентр. Вот там, на Моносово, в Киви, да? Прихожу. Ужас. Вот реально. У меня первое впечатление было, как будто в ад пришел просто. Столько боли, столько страданий. Рядом ходишь и не замечаешь. Но, когда соприкоснешься с этой болью, вот здесь уже понимаешь, что сам ты ничего не сможешь дать. Они уже там матери, я посмотрел так, думаю, боже мой, эти матери, больных детей, матери, которые там находятся. Они уже все, и бабок всех обошли, и врачи всех обошли. И уже и верят, и не верят, знаете ли. И смотрят. Им уже не нужны наши апельсинчики, конфетки, чтобы привезли. А им нужно что? Им нужно исцеление, им нужна жизнь. Им уже опостылила смерть. Они уже вкусили смерть и досыта уже. Уже объелись, уже отрыжка эта смертная. Уже все, и ад уже стоит пред ними. Но, они хотят жизнь. Они хотят жизнь. И поэтому, в этот момент, вот лично мое христианство, оно потрясается. Я понимаю, я говорю, Бог, пожалуйста, я не могу чем-нибудь помочь. Ты сам помоги, пожалуйста. Потому что я нуждаюсь в этих горах. Я понимаю, что когда выходишь на сражение, дорога ложка к обеду, знаете ли. Дорога ложка к обеду. Вот сейчас начнется битва, а у тебя нет оружия. А у кого-то хорошее оружие. Ты позавидуешь хорошему мечу, хорошей свадке. Можно ножом резать, кухонным обычным, а можно взять это то, что рекламирует нам, кейджи, что-то еще. Мы как-то купили. Режем вообще, хоть бы что вообще. Быстренько, аккуратненько, можно. Понимаете ли, дару рознь. Есть очень разные дары, разные призвания. Пусть Бог сейчас об этом благословении благословит нас, дорогие друзья. Отец, Царь Вселенной, Бог наш, Исущий на небесах, Абва, Отчин. Благослови Церковь Свою, благослови всех нас собравшихся. Благослови Одессу. Благослови в этом городе великом Божьем, всех любящих Тебя и Тебя боящихся. Христиан разной динаминации конфессий. Бог всемогущий и благослови ваше собрание это. Благослови нас, предстоящим пред тобой Божьим. В этом благословении Божьем. Ицелей Духа Святого Своего. И одари Церковь Свою. Кто-то просит об исцелениях. О даре исцелениях. Бог, пошли этот дар сейчас. Кто-то просит о других дарах. Бог всемогущий. Господи, ревность в народе Твоем Господь. Благослови. Благослови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь Лицо свое на тебя и даст тебе мир Бешем Иешуа Гамашиах Иешуа Машихейну во имя Иисуса Христа Мессии Бог всемогущий Отец, Бог Авраама Исаака Якова, Сущий на небесах, обрати свое лицо святое сейчас на наше собрание Обрати на этот праздник свое сердце, свое радостное доброе лицо, улыбнись там, благослови нас Одари церковь свою, прямо сейчас Господь, тех кто просит тебя, Боже, даже немного, даже совсем чуть-чуть Ты даешь больше, чем человек просит и о чем помышляет Бог всемогущий Благослови церковь свою, благослови всех насобравшихся Благослови пастору Маргариту Иванову, благослови Господь всех членов церкви, восстановления Скини здесь в Одессе Бог всемогущий во имя Иисуса Христа и всех гостей, пришедших поздравить И просто пришедших разделить радость, Боже, это торжество, Боже, твое торжество в этом городе Благослови и умножь Господь церковь свою, Боже, пусть этот рубеж кровлейки будет Господь, как некий трамплин духовный Господь, Боже К росту и количественному и качественному Господь церкви твоей, во имя Иисуса Христа Аминь, аплодисменты Иисусу Христу